Власть большевиков держится на волоске. Уже через месяц к столице подойдут немцы, и Советы спасет только чудо. Однако 5 января 1918 года на севере страны большевики устанавливают свое правление, а уже 6 января они отправляют отряд чекистов в Александр-Свирский монастырь. Им поставлена задача уничтожить тело захороненного там преподобного Александра Свирского. Вскрыв захоронение и вытряхнув оттуда кости, большевики должны были продемонстрировать народу, что же на самом деле представляют собой останки святых. Миф о нетленности мощей Александра Свирского, защитника русских царей и молитвенника, о их престолонаследии, должен быть развенчан. Вот что впоследствии будет написано в отчете 8-го отдела Народного комиссариата юстиции Съезда Советов. При приеме на учет богослужебного имущества Александра Свирского монастыря, в литой раке, весящей более 20 пудов, вместо нетленных мощей Александра Свирского была обнаружена восковая кукла. На самом деле это была ложь. Когда была вскрыта рака с мощами, благоговейный ужас охватил чекистов. Сохранность тела преподобного Александра Свирского, умершего в 1533 году, была фантастической. Здесь, в 260 километрах от Санкт-Петербурга, почти на самой границе с Карелией, между озерами Рощинским и Святым и задеревенских изб древнего села Свирского поднимаются ввысь величественные белокаменные постройки свято-троицкого Александра Свирского монастыря. За 500-летний период существования он пережил нашествие врагов и пожары, неусыпные молитвы и труд. В лучшие времена в монастыре было богатое книгохранилище с древними рукописями, свитками и книгами, богатая ризница, своя пристань, лесопильные и кирпичные заводы, водяная мельница, судно, на котором была построена церковь, подворье в ладейном поле и деревянный дом. Историки XIX века называли обитель Северной Лаврой. Ей подчинялось 27 монастырей и пустыни этого края, и он был центром духовной и культурной жизни. На протяжении веков монастырь славился своим строгим уставом, принятым еще при его основателе, преподобном Александре Свирском. Родился он в 1448 году в крестьянской семье в северных лесах Приладожья и при рождении был наречен Амосом. Вскоре покинув родительский дом, ушел на Валаам, где долгие годы жил в тесной пещере в молитвенном уединении. Преподобный Александр Свирский – единственный святой, которому было дано видеть Бога в трех лицах. Всего двум людям на земле было дано увидеть это чудо – ветхозаветному Аврааму и смиренному монаху Александру, жившему 500 лет назад в дремучих лесах у реки Свирь. В 1507 году, во время ночного бдения, келью Александра Свирского озарил неземной красоты свет, и он увидел трех мужей, облаченных в белые одежды. На месте явления ему святой Троицы инок Александр построил деревянную часовню. Так была основана обитель, ставшая впоследствии свято-троицким Александра Свирского мужским монастырем. Преподобный Александр Свирский обладал большим даром. Господь ему дал благодать за его подвиги, за его любовь, за его самоотверженность. И вот именно эта благодать, которая наполняла душу преподобного Александра, она и стала центром притяжения многих других монахов, которые впоследствии сюда сошлись к нему. Он сюда пришел с Валаама, поселился в глухом лесу, но его нашли, и собралась большая братья, которая стала наполненным тем же духом, который принес сюда преподобного Александра. По сути, он миссионер, по сути, он просветитель. В этот край даже, можно сказать, он принес каменные жернова, что по тем временам вообще было как-то даже немыслимо. Люди пользовались деревянными жерновами. Александр Свирский считался молитвенником о престоле наследия русских царей, поэтому все цари, за исключением Николая II, часто посещали монастырь, принося ему щедрые дары и жалуя земельные угодья. В монастыре бывали многие известнейшие люди России, в том числе знаменитый воевода Дмитрий Пожарский, Иван Грозный, его опричник Малюта Скуратов, Федор Иоаннович и старец-химник Феодор. Об удивительном смирении Александра Свирского ходили легенды. Обладал он и даром целительства и прозорливости. Народ видел в нем духовного учителя, одного из тех, кого в православной церкви называют старцами. Перед взятием Казани молитвенной помощи просил у старца Иван Грозный. После победы он объявил Александра Свирского великим чудотворцем всей Руси. Преподобный Александр Свирский умер в 1533 году в возрасте 86 лет. Запись очевидцев свидетельствует, что на могиле его сразу начались чудеса. Святость этого человека была так очевидна, что он был причислен к лику святых спустя всего 14 лет после кончины. Редчайший случай в истории православия. Через 108 лет после его смерти при строительстве церкви монахами был вскрыт сгнивший гроб, в котором покоился святой. Узрев нетленную плоть своего небесного покровителя, монахи были потрясены полным их нетлением и составили описание святых. В первую очередь они указали на то, что спустя более 100 лет после кончины преподобный не выглядел умершим, а спящим, и лицо у него было, как у живого человека. Более того, лицо его было узнаваемым. Ведь первые иконы преподобного Александра были написаны теми людьми, которые лично его видели, и они и передали портретные особенности лика тайнозрителя Пресвятой Троицы. И вот лик, изображенный на иконах, и лицо обретенных в 1641 году мощей совпали. Монахи составили полное описание тела святого, где отмечалось необычное положение рук и ног преподобного и светлый цвет его кожи. Мощи положили открыто в монастырский храм, а не обильно мироточили. Вы видели когда-нибудь икону мироточащую? Я видел. Мне предносили, пока не увидишь, пока не потрогаешь пальцем, как Фома неверующий. Не поверишь этому. Картонная икона Николая Второго и его семьи. И выступает постоянно капля мира. Мне дали подержать руку. Я ее смахиваю пальцем. Она благоухает, как духи. По учению православной церкви, мощи – это оставшиеся нетленными после смерти тела христианских святых. Христианские богословы считали основанием для поклонения мощам святых тот факт, что они являются носителями благодатных сил. К мощам свирского чудотворца стекали столпы паломников. Многие получали исцеление. Нетленность мощей – это не стопроцентный признак их чудотворения или причисление к мощи, и русская церковь не скрывала это до революции. И народ православный это знал. Но мощи преподобного Александра Свирского – особый случай. С его лица, как с лица живого человека, в конце 19 века была написана уникальная икона. С утратой и обретением его праха связано много тайн и загадок. 19 февраля 1919 года. Солнарком принимает постановление об изъятии святых мощей. В нем предписывается полностью ликвидировать варварский пережиток старины, каким является культ мертвых тел. Тот факт, что еще за полгода до этого постановления Зиновьев и Уридский подписали отдельный указ о вывозе из монастыря мощей Александра Свирского, говорит об особом интересе Центра к этому монастырю. Из документов известно, что Ленин также отслеживал ход разрушительных событий, происходящих за стенами Александра Свирского монастыря. 20 октября 1918 года. В монастырь прибывает отряд чекистов под командованием латышского стрелка Августа Вагнера. Ворвались красноармейцы, отобрали церковное имущество, содрали ризы. Это еще до изъятия церковных ценностей 22-го года. То есть это было кощунство невиданное. Они еще вошли в алтарную часть. В сапогах, в головных уборах попирали сосуды церковные, что нельзя было брать руками. Стали, видимо, делать обыск, потому что нарушили место престола. Допили вино церковное, которое всегда есть, и уехали. Пятеро монахов, которые во главе с настоятелем пытаются защитить главную святыню, мощи Александра Свирского, расстреляны, а монастырь осквернен и разграблен. Но вторая часть задания остается невыполненной. Мощи Александра Свирского остались тогда в обители. Архивные документы наркомата юстиции показывают, что в период с конца октября чекисты появлялись в монастыре еще четыре раза. Снова грабили монастырь, но мощи не трогали. Они были вывезены оттуда позднее. Для того, чтобы понять, что в самом деле произошло осенью 1918 года в Александра Свирском монастыре, необходимо указать, что незадолго до этого, в ночь на 17 июля, произошло трагическое событие для всего русского народа. Был убит помазанник, Божий император Николай II со всей своей семьей. Для насильников монастыря, в котором покоился нетленный прах защитника русских царей, это было страшным событием. Мощи святого были тесно связаны с историей семьи Романовых. Еще в 1613 году их истории странным образом пересеклись. На Ипатьевский монастырь, где находился новоизбранный царь, нападают поляки. И практически одновременно другой вражеский отряд устремляется к Александра Свирскому монастырю. Монастырь разорен. Многие из братьев приняли мученческую смерть. Благодаря Ивану Сусанину поляки не дошли двух верст, до села где находился Михаил Федорович Романов. Царю досталось разоренное государство, пустая казна, обнищавший народ. Возрождение государства и монастыря началось одновременно. В 1641 году, восстанавливая монастырь, были обретены мощи Александра Свирского, и для нового креплющего государства, это совпадение стало утверждающим знаком свыше. В марте месяца 1918 года разъяренная толпа устроила крестный ход и избила представителей уездного исполкома, делегированных в монастырь для учета имущества. Большевики тогда снова отступили. Лето в монастыре было относительно спокойно, но 20 июня была организована Ладейно-Польская партийная организация, и по инициативе ее председателя решалась и судьба мощей преподобного Александра Свирского. Понимая, что медлить нельзя, он торопит Зиновьева с решением Александра Свирского вопроса и высылки комиссии с включением в нее одного советского священника, химика и представителя здравоохранения. Для вскрытия мощи перевозят в городок Ладейное поле в 20 километрах от монастыря и запирают в больничной часовне, дверь в которую опечатывают и строго охраняют. В течение полутора месяцев они будут находиться здесь. Вскоре в газетах появляется сообщение, что при приеме на учет богослужебного имущества Александра Свирского монастыря Оланецкой губернии, в литой раке, весящей более 20 пудов серебра, вместо нетленных мощей была обнаружена восковая кукла. Но в Петрозаводской губернской ЧК знали, что это ложь. На самом деле представителей власти озадачила необычайная сохранность тела. Вскрыв раку, чекисты были поражены. Лежащий там человек выглядел так, будто его похоронили только вчера. В большинстве тоже разные были люди. Были люди искренне заблуждающиеся. Были люди озлобленные. Были люди равнодушные. А были не те, кто понимали, что имеют дело с чудом. Вероятно, понимали, что это сила. И чекисты закидывали начальство письмами. Просили указать, что им делать-то с мощами. Показывать их никому нельзя. Они абсолютно нетленные. Это совсем не то, что входило в их планы. 13 декабря 1918 года комиссия, в составе которой был специалист-химик, заключает мощи, вывезенные из монастыря, не что иное, как мумифицированное человеческое тело. К концу года было назначено уничтожение великой русской святыни. Крестьяне писали, письма эти сохранились в фонде 353-й наркомата юстиции Государственном архиве Российской Федерации. Они писали, не делайте, пожалуйста, этого. Нашу Россию ждут великие беды, в том числе и голод. Через несколько месяцев все началось так, как писали верующие. 20 декабря 1918 года по запросу Совнаркома известный историк, академик Петр Петрович Покрышкин дает заключение. Мощь преподобного Александра Свирского является безусловной исторической ценностью места, который в храме. Необходимо принять меры по сохранению этой реликвии. Это было последнее упоминание о мощах святого. После этого они бесследно исчезли. Лето 1998 года, Санкт-Петербург. Военно-медицинская академия имени Кирова. Здесь обнаружен необычный, не числящийся ни в каких каталогах экспонат. Тело неизвестного человека, умершего пять столетий назад. Сохранность вот этого тела была просто фантастическая. Он был полностью сохраненными кожными покровами, с высохшими глазами. Ну и никаких следов или последствий анатомического действия на нем не было. Я тоже живой человек. Я тоже могу сомневаться. Мне тоже одолевает порой какое-то маловерие. Это все естественно. Но то, что я видел своими глазами, меня не только потрясло. Я еще больше вкрепил свою веру. Я наблюдал это, я видел, я испытал это на себе. Весной 1998 года на прием к начальнику военно-медицинской академии Юрию Леонидовичу Шевченко пришли необычные посетители. Это были монахи только что восстановленного Александра Свирского монастыря. симпатичные люди очень такие скромные, которые вели поиск какого-то святого Александра Свирского. Я тогда не знал, кто это такой. Они мне подробно, любезно рассказали, все. По словам священнослужителей, многомесячные поиски в архивах Петрозаводска, Москвы и Санкт-Петербурга показывают, мощи святого могут храниться в военно-медицинской академии. Были проверены все музейные каталоги, но ничего похожего в списках экспонатов не значилось. Мы действительно просмотрели все наши музейные каталоги и не нашли вот какой-то информации об этом теле. А до этого ко мне обратился начальник кафедры анатомии где-то за месяц, за два с просьбой выполнить там ремонт у них. Здание обветшавшее, особенно подвалы, где хранилище трупов. Там запах стоит ужасный, там без противогаза невозможно. Но в одном месте вот аромат такой. Я никак это не создал, это видимо запало в компьютер, что называется. И когда вот эта встреча случилась с монахами, и они рассказали о том, что они ведут поиск Александра Свирского, святого, его мощей. И все следы ведут военно-медицинскую академию. И я их слушаю, вдруг у меня всплыл эпизод вот этого вот аромата, благовония такого. Я тут же набрал начальника кафедры, чтобы он их встретил и показал, где они тут же его определили, конечно. Военно-медицинская академия в Санкт-Петербурге, бывшая императорская, была основана более 200 лет назад для подготовки военных и военно-морских врачей. В музее академии хранятся редчайшие экспонаты разных стран и эпох. Многие из них были закуплены еще Петром I. Это профессора Гирля, Люберкюна. Есть препараты из Англии профессора Крюекшенко и наших отечественных ученых, допустим, коллекция Ильи Васильевича Бурьяльского, коллекция Грубера и многих других ученых. Ну, что касается вот данного экспоната, то существует предание о том, что он поступил как раз вот в первые годы советской власти, когда были страшные репрессии на церковь, свойственные для тех времен. Это очень строгий музей. Там все экспонаты строго учтены. Все с инвентарными номерами, все в каталоге, все четко. И только вот эти учтены не были. Их просто прятали. Их привезли из злодейного поля завернутыми в рогожку. Так в рогожи их и хранили на шкафу в музее. И когда за ними приходили чекисты, а были такие случаи, они приходили, их прятали за шкаф. И они сохранились. До наших дней. До проведения экспертиз и в период их проведения как раз мощи Александра Свирского находились вот в этом шкафу, который мы называем большим слоном Груберовского зала фундаментального музея. И вот как раз внизу здесь открываются двойные дверцы, и можно было легко спрятать целое тело. Мумифицированное тело неизвестного мужчины, которое не значилось в каталогах академии, было признано священнослужителями мощами Александра Свирского. У нас было описание этих мощей, подробное описание мощей Александра Свирского, положение ног, положение рук. И поэтому махнули, когда обнаружили мощи преподобного Александра Свирского. Существует версия, что когда встал вопрос о бальзамировании тела Ленина, мощи Александра Свирского были перевезены в Москву и тайно изучались в Институте здравоохранения и гигиены. Бальзамирование трупов и изготовление мумий известно с древности. В Египте для этого использовали специальные настои трав, соли, жидкости, содержащие алкоголь. Из тела удалялись все внутренние органы. Головной мозг тоже удалялся либо через нос, либо через полость рта делалось отверстие в черепе. И таким образом все мягкотканные структуры, которые в первую очередь подвергаются гниению, они удалялись. Власти доказывали, что в сохранности некоторых тел после смерти нет ничего необъяснимого. В очень влажной глинистой почве трупы могут омылиться, в известковой каменеть, а в сухой мумифицируются. Следовательно, так называемые чудеса являются плодом шарлатанства. Правда, замалчивался тут факт, что в одной и той же земле одни превращаются в прах, а другие не гниют вообще. На мой взгляд, это прежде всего особый образ жизни святого человека, который мог быть связан с особым питанием, когда я думаю, что даже в кишечнике была особая микрофлора, которая не отличалась, я бы так сказал, агрессивным брожением, гниением и разложением тканей. Над будущими мощами работают лучшие ученые анатомы страны. Проводятся опыты над трупами с применением множества самых разных химических средств. Наконец, в июне 1924 года правительственная комиссия, принимавшая работу специалистов, дает заключение. предпринятые для бальзамирования мероприятия покоятся на прочных научных основах, гарантирующих сохранение тела Владимира Ильича в состояние, позволяющим обозревать его в закрытом стеклянном гробу при соблюдении необходимых условий влажности и температуры. Но вот что интересно. Состояние мощей Ильича, особенно тех открытых частей, открыты только руки, они напоминали мощи Александра Свирска, по свету, по всему. Но здесь работает целый институт. Это загадка, которая не может разгадать современный ученый мир. Вот по моему представлению, вот эти мощи, они бывали в Москве и были даже в Москве. Именно в этом институте. И тут мы встречаем очень интересного человека, академика Танкова. Этот человек был генералом царской армии. Но он всю жизнь был медиком. Он заведовал кафедрой нормальной анатомии. Он был лично знаком с Лениным. И не только с Лениным. Дело в том, что господ атеистов очень беспокоила их посмертная судьба. Душа для них была слишком серьезна, ее не видно, а вот тело хотелось сохранить. Именно тогда были поставлены задачи о сохранении тленного тела. Задачи бальзамирования, мумификации. И этим занимался именно академик Танков. Как один из лучших в стране ученых-анатомов, академик Владимир Танков принимал участие в работе комиссии по бальзамированию тела Ленина. По всей вероятности, мощи Александра Свирского попали в поле зрения Танкова в период их изучения для бальзамирования вождя. Понимая, что перед ним русская святыня, Танков принимает решение спрятать их в своей академии. Но записать его в каталог он не мог, потому что это было чревато вот, по-видимому, какими-либо репрессиями, свойственными для тех времен. Выбросив из храмов мощи святых, большевики создали свой храм и положили туда для поклонения мумию своего вождя. Говорят, историю, которая произошла сразу после смерти Ленина, не без юмора прокомментировал тогдашний патриарх Тихон. Когда долбили промерзшую землю в январе студеном 1924 года на Красной площади, около башни хотели, строили деревянный мавзолей, то тогда задели трубу, которая оказалась канализационной, и оттуда охлынули нечистоты. в то место, которое, яму, которую готовили для Ленина. И вот тогда Тихон сказал слова «по мощам и елей». Все известные науки сведений о распаде мертвых тканей объяснены и описаны. Специалистам в области патологической анатомии и гистологии известны причины и закономерности гибели ткани и клеток организма, расщепление тканевых волокон, законы клеточной корреляции и возможности клеточной трансформации. Но то, что происходит с мощами Александра Свирского, не укладывается в рамки процессов, происходящих в клетках и тканях после смерти тела. Как мы только начали служить молебен, представляете, весь этот рентгеновский кабинет наполнился такого медового плотского запаха, и простынь, которая была на преподобном, она сразу стала влажной. На наших глазах она начала проваливаться под тяжестью вот этой макароты вот этого мира. И, конечно, женщина, которая смотрела за этим рентгеновским кабинетом, медсестра, она начала беспокоиться, это что-то неестественное, это ненормальное. Когда Шевченко пришел, он когда увидел вытекающий мира и стоп от этого сухого тела, вы знаете, он встал на колени и говорит, срочно в храм, срочно в храм. Ну, естественно, мы так не поступили, потому что срочно не заберешь и это все должно быть правильно оформлено. Но известно, что каждый видит то, что хочет видеть. Может быть, это ошибка и неизвестный труп вовсе не мощи святого. Работы по идентификации предполагаемых мощей святого длились около года. Первой стала экспертиза, проведенная сотрудниками кафедр нормальной анатомии. Тщательное исследование тела показало, что данный анатомический объект совершенно особый. Первое, что нам бросилось в глаза, это особый способ мумификации. Ну, все наши анатомические объекты, они требуют каких-то специфических разрезов в области крупных сосудов, куда в последующем вводится бальзамирующий раствор. Осмотрев вот тела. Мы не нашли никаких разрезов, чему, в общем-то, были очень удивлены. Провели еще несколько исследований вот фесторонних, ну и убедились, что мумификация наступила без введения каких-либо бальзамирующих растворов в сосуды. В акте экспертизы говорится, анатомический препарат, мумифицированный труп мужчины, может быть идентифицирован как искомая мощь. Затем пришел черед криминалистов. Медики Ленинградского областного бюро судебной экспертизы делают вывод, исследуемый объект умер естественной смертью в возрасте 85-87 лет. Специалист Музея антропологии и этнографии Российской Академии наук антрополог Беневоленская отмечает, тело исследуемого монолитное, целое, без признаков разложения, цвет тела восковой. Еще один важный факт выяснила экспертиза антропологов. Исследуемый объект обладает антропологическим типом, свойственным вепсом. Вепсы маленькая народность юго-восточного приладожья. Именно в тех местах и родился преподобный Александр Свирский. После того, как были проведены экспертизы, я написал рапорт начальнику академии, Юрий Леонидович принял командирское решение передать данный объект по акту церковно-служителям. 17 июля 1998 года в Петропавловской крепости происходит ритуальное захоронение останков царской семьи. И в эти же дни здесь, в Санкт-Петербурге, вновь обретены мощи великого русского святого, покровителя царской семьи, преподобного Александра Свирского. 30 июля они были перевезены из академии в церковь веры, надежды, любови и матери их Софии. Этот день патриарх Алексеев II в вечной памяти богословил считать вторым обретением, праздновать как второе обретение мощи Александра Свирского. А через несколько месяцев, 23 ноября 1998 года, при большом стечении народов, сопровождении монахов и настоятеля монастыря Отца Лукиана, мощи святого возвратились в основанные им монастырь, откуда были вывезены ровно 80 лет назад. Христос истинный Бог наш молитвами причистые Своя Матери святых славных всехвальных апостолов, преподобного и богоносного Отца нашего Александра Свирского И спасет нас, як облак и человек любец. И слава Само понятие «чудо», мне кажется, не нуждается ни в каких комментариях. Это чудо. Это действительно что-то неестественное, сверхъестественное. Для нас, верующих, православных христиан, это проявление силы Божьей, которые с трудом определяются человеческим сознанием или пониманием, но это реальность. Это реальность, от которой не день. Каждый ее воспринимает по-своему, но она есть. Хочешь, не хочешь, она есть. Самое большое чудо, я как считаю, это то, что преподобный за короткое время возродил этот край. у нас народ совершенно изменился. Он потянулся в храм, а тем более все полюбили Александр Свирьский монастырь. И он сегодня опять занимает то же самое место, что и когда-то в истории. Он стал духовно-культурным центром всего Пресвирья, аж до Онежского озера. За чудесами мы уже не наблюдаем, мы к ним уже привыкли, поэтому мы относимся к этому ровненько. Но благодарны Богу, потому что своими слабыми человеческими силами мы не все можем. А то, что есть такое доброе вмешательство, родительское, я бы сказал, вмешательство в нашу жизнь и помощь от нашего Абы, то мы ему очень благодарны и мы живем его молитвами. Конечно, история сама по себе очень такая детективная, на современном языке говоря, вообще в ней весь трагизм, трагизм, драматизм нации. И сколько людей принимало участие, было причастным к спасению этой святыни, неведанных нам сегодня людей, простых людей. Но в данном случае я не хочу даже исследовать, комментировать. Я в том возрасте, в том состоянии, когда мне не нужны исследования. Не нужно. Я просто верю. И в науке тоже, чтобы начать что-то изучать, исследовать, что-то нужно принять на веру. Без веры никуда. Что-то должно быть принято на веру, без доказательств. Юрий Леонидович Шевченко. Генерал-полковник медицинской службы, доктор медицинских наук, член-корреспондент Российской Академии наук, главный кардиохирург Санкт-Петербург. В 1999-2004 годах министр здравоохранения Россия. В 2009-м году принял сан священника. В будние дни он делает хирургические операции, а по субботам и воскресеньям служит в основанном им храме при Национальном медико-хирургическом центре имени Николая Ивановича Пирогова. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok